Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу показать вам второй мой заказ по каталогу Avon номер 12 2020. Вот такой каталог. Я делала первый свой заказ на первой неделе действия каталога. И все-таки решила повторить то, что я заказывала, так как у меня некоторые продукты раскупили. И есть еще очень хорошие, были очень хорошие акции и предложения. И мне очень хотелось воспользоваться, запастись на будущее. Можно сказать, на будущее хорошими ароматами, по хорошим ценам. Значит, давайте с вами откроем посылочки. У меня две посылки. Я делала два заказа по двум разным счетам. Посмотрим, как упакованы мои посылки. Открываем. Давайте посмотрим, накладная запихнули, как хотели. Так, ну ладно. Тут все аккуратно. Отлично, ура! Смотрю, пришли мне уже мои тудейки, которые в прошлом моем заказе не пришли. И вторая коробочка. Здесь тоже все нормально, так как заказ небольшой. И, в принципе, все более-менее аккуратно сложено. Поэтому сейчас будем рассматривать. Что-то мне там такое наложили интересное. Так, давайте приступать. Ну что ж, давайте будем рассматривать мой заказ. Пришли три аромата Тудей 100 мл, которые в прошлом моем заказе не пришли. Почему-то не было их на складе. И хорошо, что пришли, так как у меня предыдущие уже продались. И думаю, что и эти долго у меня не застоятся. Следующая из парфюмерии. Я заказала мужские туалетные воды по хорошей цене при покупке двух ароматов со страницы. Это аромат Individual Blue Sunset. Кстати, классный аромат. Хорошо его покупают. Я, правда, его редко беру. Почему-то не всегда он бывает в каталоге по хорошей цене. Очень яркий, очень приятный, такой веселый, молодой аромат. В принципе, можно носить всем, конечно. Но он для меня какое-то олицетворение молодости. Молодых парней, мальчиков. Носить этот аромат в самый раз. Мне кажется, Sunset, скорее всего, намек на то, что это летний аромат. Но, в принципе, я считаю, что его можно носить в любой сезон. Так, второй аромат из этой двойки – это Mask Freeze. Его я уже брала на продажу. Я его сразу же и продала. Так как это тоже очень такой искристый, яркий, веселый, молодой аромат по своей сути. Такой легкий, освежающий, звонкий, очень приятный аромат. Хорошо продается. Так что обратите внимание, он недорогой. Это бюджетная линейка довольно-таки. И практически все ароматы из этой линейки никогда не стоят долго на полках. И очень быстро продаются. Следующее, что я взяла из парфюмерии – это два аромата Incadescence классического. В прошлом моем заказе по этому каталогу я уже их заказывала. Они у меня еще есть, в принципе. Но я решила запастись, так как в этом каталоге по фокусу была обалденная цена. Классное предложение. Некоторые ароматы предлагались по супервыгодным ценам. То есть, вот это предложение. Заказывай три и больше ароматов и получай на них скидку 40%. Я заказала два этих и один персив классический. Персив мне не пришел. Вот написано, что его нет на складе. Покладут в следующий мой заказ. Но вот Incadescence пришел. И, кстати, на эти ароматы, на все эти ароматы у меня была скидка не 40%, а 45%. Не знаю, почему так произошло. Пишите у кого то же самое. Потому что для меня это было очень удивительно. Я надеялась только на 40%. Как в первом моем заказе, так и во втором заказе по этому каталогу была вот такая цена, вот такая скидка. И было бы непозволительной ошибкой не запастись этими ароматами. Я вот даже жалею, что взяла только два еще в этот раз. Но как-то вот немножко ограничено в средствах. И как-то, знаете, меня немножко останавливает то, что сейчас не такие хорошие продажи, как раньше. Если бы это было как раньше, я бы набрала их, конечно же, побольше. Потому что очень выгодно получилось. Так, ждем в следующий раз, в следующем моем заказе вот этот аромат Персив. Потому что он у меня только единственный сейчас есть в продаже. Этот аромат новый я так и не рискнула взять. Этот Фаравей Ребл Дива. Хотя он очень классный, он очень приятный, сладкий, такой модный аромат. Тем не менее, у меня сейчас на новинке совсем нет никакого спроса. Люди берут все проверенное, все то, к чему они привыкли. Поэтому это рискованно для меня сейчас, набирать какие-то новые ароматы на продажу. А так, аромат я отметила, он мне очень понравился. Так, что еще я взяла из парфюмерии? Я взяла два аромата Full Speed. Ну, как бы я заказала два. Один классический, один Turbo Max. Красный такой аромат. Но этот Turbo Max мне не пришел. Написано, что также его нет сейчас в наличии. До поставят в следующем моем заказе. К сожалению, жалко, конечно, ну что поделаешь. С этим ароматом вы, наверное, все уже, конечно же, знакомы. Практически каждый мой заказ не обходится без этого парфюма. Ну, если, конечно же, есть в каталоге на него хорошая цена. Следующее, что было в моем заказе, это вот такие два продукта. По-моему, это за прохождение стартовой программы. Я вот точно не помню. Я помню, что этот свой счет я как бы забросила. Я не делала по нему никаких заказов. Но, скорее всего, этот подарок я уже заработала. Просто не забрала его. И мне его положили в этот раз. Первое это тушь Mark. Супер объемная, насколько я помню. Вот в таком оттенке. Black is black. Супер черная. Это производство Польша. 10 мл. Еще недавно я как-то не очень уважала туши. Вот такие бочонки, да. Мне они не особенно нравились. Как бы для меня, для моих ресниц. Но вот теперь сколько я вот пробовала. И все они практически мне подходят. Почему они мне не нравились вначале? Потому что они вначале очень-очень много набирают туши на саму щеточку. Щеточка очень большая. И мне кажется, что это немножечко перебор на моих ресницах. Немножко перегружены ресницы. Но нужно дать немножечко этой туши постоять. Немножечко подсохнуть. И тогда эффект на ресницах просто для меня идеальный. Получается такой драматический эффект. Очень объемные, пышные, такие яркие, выразительные ресницы. Ну и мне, конечно же, это очень нравится. Поэтому я теперь с удовольствием рекомендую эту тушь всем, кто любит вот такие выразительные ресницы. Как эту тушь, так и многие другие, которые есть вот в такой вот форме. Интересные. Практически все они классные. Ну именно для меня, конечно же, я сужу о себе. Ну и вот этот аромат Far Away Rebel самый первый. После него вышел у нас Far Away Rebel Diva. Этот аромат тоже очень классный. Здесь есть черно-смородиновый ликер. Он такой гурманский. Очень интересный, ягодный. Такой очень приятный аромат. Также очень нравится он молодым девочкам. Вот сколько у меня его было, этого парфюма в продаже. Постоянно берут его именно молодые девчонки для себя. Он мне как бы нравится. Но вот как-то себе мне не особенно хотелось его оставить. Он как-то не особенно пока в моем вкусе. Хотя я уже начинаю немного присматриваться к сладким гурманским ароматам. Но пока что для меня это перебор. А так аромат действительно классный. Очень качественный, стойкий, яркий. В общем, рекомендую. Хороший аромат. Так, следующий аромат, который я вам покажу, это Pur Blanc Elegance. Такая синяя Pur Blanc с синей крышечкой. Я ее получила по супер классной цене. Почему она мне пришла по такой цене? Покажу вам брошюру. Вот такая брошюра ко мне пришла. Это именно по тому счету, по которому я не делала заказ давно. И мне предложили вот такое приятное предложение. За то, что я сделаю заказ от 700 гривен, я могу получить возможность приобрести Pur Blanc Elegance по цене 15 гривен. Конечно же, я не могла не воспользоваться этим предложением. И очень рада, так как аромат действительно очень классный. Красивый аромат, на мой взгляд. Он довольно-таки сладкий, такой насыщенный, выразительный. Здесь сладость есть, но это не гурманская сладость на мой нос. Здесь есть нота груши, нота лесных ягод и также орхидеи. В общем, такой сладостно-восточный парфюм. Очень густой, насыщенный, сложный. И как раз для любителей такого сложного сочетания. В общем, это не простенькая фруктово-цветочная композиция. Не фруктовый какой-то ягодный компот. Здесь есть чему зацепиться носом. Он способен увлечь, произвести впечатление. В общем, классный аромат за довольно-таки бюджетные деньги. Так как вот линейка Pur Blanc Elegance, она довольно-таки доступная по цене. И в принципе, все ароматы из линейки Pur Blanc Elegance, они по-своему классные. Хорошо они подобрали ароматы. Ароматы есть абсолютно на любой вкус. Есть и свежие такие ароматы чистоты, есть и пудровые, есть и такого восточного направления, как вот, например, этот. Поэтому обратите свое внимание, очень классные парфюмы. Так, о парфюмерии в этом заказе все. Покажу вам вот такой шампунь. Заказала у меня клиентка, она не раз уже заказывала. Это у нас линейка Natural 2 в 1 шампунь и кондиционер с витаминным комплексом. Я заметила, что именно вот этот шампунь в линейке Natural используется популярностью. Часто его заказывают. И он, в принципе, и мне понравился. Когда-то я пробовала его. У меня лично от него не появилось никаких неприятных ощущений. То есть, он не раздражал кожу головы и не вызывал у меня перхоти. Как бывает очень часто с шампунями из этой линейки. Это как раз такое приятное исключение из правил для меня. Следующее, что заказала та же клиентка, она заказала себе две помады. Первая это у нас линейка Ultra Frozen Rose. Я эту помаду еще не пробовала. Ни разу у меня она не была в заказах. Если и была, то также я не могла ее открыть. Поэтому я до сих пор не знаю, что это за оттенок. И вторая помада это у нас кремовая губная помада Легенда. То есть, это линейка, которая вышла совсем недавно. И оттенок называется Five Star. Это нежный поцелуй, насколько я помню. Вот такой вот холодный розовый нюдовый оттенок. Как-то я уже делала видео всех сводчей этих помад, как только они вышли. Поищите на моем канале, если вам интересно, посмотрите. Здесь у нас такая золотистая упаковка. Если предыдущая линейка матовая Легенда, это у нас серебристая такая упаковка. Здесь такая золотистая. В середине они выглядят очень красиво, люксово, добротно. То есть, упаковка очень классная. Так как и помада, в принципе, в середине. Потому что помада получилась очень достойного качества. Там много интересных оттенков. И есть несколько таких суперходовых. И это один из них. Следующее, что я взяла именно для себя, это карандаш для глаз. Из линейки Color Trend. Это относительная новинка. Самый последний оттенок, который вышел, называется он Blue. Не знаю, покажу нормально или нет. Такой серо-голубой оттенок. Как только он вышел, я очень хотела его себе заказать. Но смотрела постоянно на свою кучу карандашей, которыми я пользуюсь так же время от времени. Потому что каждый день я стрелки не рисую. И это меня останавливало, чтобы не купить еще один. Значит, эти карандаши я всегда хвалила. Несмотря на то, что они довольно бюджетные, но они супер классные. У меня был когда-то и черный карандаш. Он давал очень яркую, насыщенную, пигментированную линию. Стрелки получались очень выразительные и яркие. Второй оттенок у меня есть. Именно у меня это бирюзовый. Я взяла себе сразу две штучки. Одним пользуюсь, один стоит на запас. Так как очень красивый бирюзовый оттенок. Но это было раньше. Сейчас я не знаю, какой именно оттенок этой бирюзы. Потому что в каталоге он довольно-таки странно выглядит. Также я знакома и с коричневым, и синим оттенком. И хочу отметить именно синий, потому что он мне очень понравился своим тоном. Он не темный синий, не глубокий синий, а такой выразительный яркий синий. Я вот такие карандаши очень для глаз люблю. Но я не удержала. Я взяла этот серо-голубой. Кстати, это производство у нас в Германии. Что для меня, например, немаловажно. И очень-очень приятно. Здесь 1,1 грамм продукта. И когда открываете коробочку, сразу в нос бьет очень приятный аромат древесины. То есть карандаш их сделан из очень душистой породы дерева. И это очень-очень приятно, конечно же. Ну и давайте посмотрим на сам стик и сделаем свотч. Как видите, очень мягкое нанесение. И он, конечно же, ближе к синему. Все же, но синий такой приглушенный. Как бы действительно с добавлением серого. Красивый цвет. Я люблю такие оттенки. Мне очень подходит. Они классно оттеняют зеленый именно цвет глаз. Как ни странно. Но тем не менее, вот такие красивые стрелки очень хорошо смотрятся на зеленых глазах. В общем, я очень довольна. Сейчас посмотрим, насколько хорошо он держится. И не сотрется ли он за то время, пока я снимаю видео. Так, ну и последнее, что я вам хотела показать. Давайте перейдем к самому интересному из этого заказа. В этом каталоге я заказала себе платье. Я не смогла пройти мимо. Я очень люблю принт в горошек. И в каталоге вышло новое платье. Бордовое в белый горошек. У меня сейчас каталога нет на руках. Покажу и вам, как оно выглядит. Кто смотрит меня давно, видели, что недавно я покупала себе уже черное платье в белый горох. Но там горошек покрупнее. И бордовый цвет я очень люблю. Он мне также очень подходит. Именно моему цветотипу, мне кажется. Так, я взяла себе в размере S, самый маленький. В прошлый раз платье в самом маленьком размере село на меня просто идеально. И надеюсь, в этот раз будет то же самое. На первый взгляд, вот если так присмотреться, очень аккуратные швы. Все очень классно. Мне понравилось. Цвет мне очень понравился. Это то, что я как раз ждала. Не знаю, буду ли я делать примерку этого платья для вас. Сейчас я его открою, посмотрю, как оно покроено. Если похожий покрой, то, я думаю, нет смысла в примерке. Вы уже, в принципе, такое похожее платье на мне видели. Ну что ж, давайте его откроем. Очень, очень любопытно. Так, отложим кулечек. Ну, по составу оно явно отличается от предыдущего. Там был стопроцентный полиэстер. А здесь заявлено было, что это стопроцентный хлопок. Сейчас мы посмотрим еще, что там в середине написано. Кстати, очень плотная. Плотная очень ткань. Так, и что у нас здесь написано? Да, стопроцентный катон. Не знаю, будет ли вам видно. Но состав абсолютно другой. Вот интересно, как оно будет стираться. Если честно, судя по моему предыдущему опыту, я не очень люблю такой чисто хлопковый состав у таких темных, насыщенных изделий. Потому что после стирки, конечно, этот цвет немножко бледнее становится. Этот цвет выстирывается, немножко линяет. Ну, посмотрим, как в этот раз будет. Если я это платье оставлю, конечно же, я его постираю. И вам обязательно скажу, какое оно после стирки. Если честно, пока что мне все очень нравится. Мне нравится, как оно выглядит такое узенькое в плечах. То есть, должно, в принципе, хорошо в плечах на мне сидеть. Здесь такой три четверти, по-моему, рукавчик. Или две трети. Немножко широковато, на мой взгляд. В общем, все-таки надо, наверное, его примерить и показать вам. Мне кажется, такое платье очень классно будет смотреться с белыми кроссовками. Давайте еще посмотрим швы. Швы, в принципе, все аккуратные, довольно ровные. Нитки никакие не торчат, не висят. Вот на рукавах, как прострочено. Ну, обычные такие швы, ничего особенного. Ничего особенного и ничего супер страшного. Давайте низ изделия посмотрим. Тут обычный шов. Так, и здесь просто оверлок. Ну, в принципе, все нормально. Ничего ужасного в качестве я не заметила. В общем, надо мерить и показать его вам на мне, чтобы вы уже действительно посмотрели, как оно смотрится. Еще покажу вам такую интересную штуку. Наверное, Эйвен ошибся и прислал мне вот такое количество таких мини-каталогов. Эйвен мини-гид называется по ценам каталога 13-2020. То есть, такие подсказки своеобразные, что можно купить в этом каталоге супер выгодно. Давайте посмотрим. Не в этом, а в следующем каталоге. В общем, в принципе, это хорошо, конечно, но мне хватило бы и одного каталога. Скорее всего, это какая-то ошибка. Буду раздавать своим клиентам. Так, ну что ж, давайте будем мерить платье. Ну что ж, наделали это платье. И хочу вам сказать сразу, что оно мне понравилось. Сидит оно на мне, по-моему, хорошо. Единственное замечание, это то, что у него немножко длинноватая длина. Оно мне ровно по коленам. Мне хотелось бы его немножечко покороче. Не знаю почему, мне кажется, так было бы лучше. Так мне комфортнее как-то носить такую длину именно. Значит, сидит оно на мне хорошо. Как я уже сказала, в нем для меня очень выгодный силуэт. А-образный силуэт, который делает более пропорциональную мою фигуру. Так как у меня довольно-таки широкие плечи. Вот такой расширенный низ мне подходит как нельзя лучше. Как и в прошлом моем платье черных горошек. Там тоже такой же силуэт. Но там немножечко покрой отличается. Там не круглый вырез, а более лодочкой. И там есть шов по спине. Возможно, тот шов по спине делает посадку в этом месте лучше, чем в этот раз. Так как, как видите, у меня здесь такой небольшой пузырек. У меня часто такое бывает. Это проблема моей фигуры. Так как у меня особенно выраженная, перегинистая фигура. И в этом месте всегда у меня купленные вещи топорщатся. Выходом является только то, чтобы делать одежду по фигуре. То есть шить индивидуальный пошив одежды. Делать так, как я в принципе часто делаю для себя. Но это платье мне как специалисту в этой сфере в принципе по посадке и по пошиву очень понравилось. И я его скорее всего себе оставлю. Мне понравился этот рукав. Три четверти или две трети. Две трети скорее всего. Возможно, в этом фасоне я хотела бы более короткий рукав. Но в принципе такая длинная рукава мне тоже очень нравится. Значит, хочу носить этот платье с такими вот белыми кроссовочками, которые, кстати, у меня тоже новинка. Мне моя доченька привезла новые кроссовки. Это оригинальные Adidas. Недавно она была в гостях. И привезла мне такие классные новые белые кроссовочки. Я, конечно, этому очень рада. И как мне кажется, все это вместе смотрится очень хорошо, гармонично. И я собираюсь так это носить. Сейчас еще у нас довольно-таки тепло. Конец сентября. К моему счастью и большой радости сейчас можно еще ходить в такой одежде. Накинуть на себя джинсовую курточку. И мне кажется, ну, супер. Супер на каждый день бегать. Классный получается образ. В общем, платье я себе буду оставлять. Оно мне понравилось. Единственное, что меня настораживает, это его натуральный полностью состав. То есть после стирки оно может полинять. То есть оно может стать такое, какое-то более застиранное и не такое яркое. Если бы был какой-то половинческий состав, полистер плюс ХБ, я бы не переживала по этому поводу. А так это меня, конечно, немного напрягает. И из-за этого именно я еще раз думаю, оставлять это платье или нет. Ну, а так оно мне очень понравилось. Так как я люблю горошек, я люблю классические расцветки. Полосочка клеточка горошек. И в горошек у меня много вещей. Но, тем не менее, это было бы не лишнее. Это точно. Что ж, я надеюсь, вам понравилась моя примерка. Если это так, поставьте лайк. Я буду очень рада, довольна и благодарна вам за это. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Я думаю, если вы любитель продукции компании AVEN, вам будет интересно на моем канале. Давайте с вами дружить. На этом буду заканчивать свое видео. Увидимся с вами совсем скоро в моих новых роликах. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok